Эта рыба очень необычный представитель пресноводных водоемов Северной Америки. Правда, для современной науки она представляет больший интерес как живое ископаемое. Ильная рыба, или амия, внешне не похожа ни на одну из известных нам рыб. У амия вытянутое сильное тело с темно-оливковой спиной, золотисто-коричневыми пятнистыми боками и светлым брюхом. Чешуя крупная и прочная. У самцов в основании хвостового плавника расположено яркое черное пятно круглой формы, которое окружено желто-оранжевой каемкой. У самок такого пятна нет. Голова амия массивная и приплюснутая. Рот большой. Чем-то напоминает рот сама, но только без усов. Глаза некрупные. Плавники зеленоватого цвета. Хвостовой плавник округлый. Средний размер ильной рыбы 30-60 см. Но самые крупные экземпляры достигают длины 1 метра. Обитает амия в низинных реках, озерах, болотах и заводях. Ильная рыба очень хорошо маскируется, поэтому в медленно текущей воде с обильной растительностью ее очень сложно обнаружить. Убежищем для амии служат различные подводные корни, бревна и ямы, которые заросли растительностью. Хорошо переносит низкое наличие кислорода в воде, так как обладает способностью поглощать кислород из воздушной среды. Именно это является уникальной особенностью организма амии. Ячеистый плавательный пузырь соединен протоком с верхней стенкой глотки и функционирует как легкое, что позволяет ильной рыбе жить в водоемах, почти лишенных кислорода, и сохраняет жизнеспособность вне воды. Отмечались случаи выживания ильных рыб в пересохших прудах до 21 дня. Амия считается хищником. Она охотится на добычу и засады, чаще всего на мелководье и в основном в ночное время. Поедает мелкую рыбу, раков, моллюсков и водных насекомых. Ильная рыба невероятно подвижная и прожорливая. Атака осуществляется мгновенно и по времени занимает не более 1 десятой доли секунды. Поразительно то, что амия может долгое время оставаться без пищи. Так, во время эксперимента самка прожила ничем не питаясь 20 месяцев. При этом она не использовала даже микроорганизмы в качестве источника пищи. Так что, если в летнее время вода им пересыхает, то амии закапываются в выл и находятся в состоянии спячки до того времени, пока вновь не появится вода. Половая зрелость у амии наступает в возрасте 2-3 лет. Сезон размножения приходится на апрель и июнь. В это время самцы устраивают гнезда в мелкой воде под пнями, бревнами и в кустарниках. Гнезда делаются из подводной растительности и могут достигать в диаметре 90 сантиметров. Затем самцы приглашают в гнезда самок, которые откладывают в них икру. После этого самки покидают гнезда, а самцы остаются, чтобы защищать икру в течение примерно 10 дней. В гнезде может быть от 2 до 5 тысяч икринок, иногда даже больше. Но плодовитость напрямую связана с размерами самки. Крупные рыбы могут отложить даже до 50 тысяч икринок. Сама икра клейкая, крепится к растительности. После вылупления мальки еще в течение месяца остаются под защитой самца. И только после этого начинают вести самостоятельную жизнь. В дикой природе амия живет от 10 до 12 лет. У рыболов амия пользуется определенной популярностью. Попав на удочку, эта рыба яростно сопротивляется. И так как у ильной рыбы челюсти снабжены острыми зубами, то при обращении с ней требуется осторожность и мастерство. Мяс амия съедобное, но достаточно жесткое и невкусное. В пищу ее употребляют очень редко. Популярностью пользуется икра. По своему внешнему виду она напоминает осетровую, поэтому продается в качестве заменителя по более низкой цене. Ильная рыба очень полезный вид, ведь она вносит определенный вклад в поддержание экосистемы на стабильном уровне. Вам когда-нибудь доводилось слышать об этой рыбе? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова